Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы познакомим вас с очередными новостями латинского шоу-бизнеса. Уделите нам 5 минут своего драгоценного времени, и вы узнаете, что же происходит на съемочных площадках и какие музыкальные новости ждут нас в ближайшее время. Начнем с того, что появились первые изображения Кристиана Мейера в новой унивизионской новелле «Кассита Линда». Симпатичный, что тут скажешь. Посмотрим, что там у него за роль. Может, маньяк какой, а мы тут уже растаяли. В новелле с Кристианом будет сниматься Зулейка Ривера, и именно с ней связан забавный эпизод на премии Хувентут. Кристиан на глазах у изумленной публики страстно Зулейку поцеловал. Мужчина холостой и целуется с кем хочет, но хотелось бы узнать, как это сказалось на рейтингах. Если не очень, то хотя бы удовольствие получил. В двух словах расскажем о премии Хувентут. Она ежегодно проводится на канале Унивизион, и, как правило, здесь участвуют самые видные представители латинского шоу-бизнеса. Просто перечислим, кто был на этот раз. Эрика Буинфиль, Себастьян Рулли, Рикки Мартин, Талия, Дженнифер Лопес, Майта Перони, Эйза Гонсалес, Данна Гарсия, Жан Карлос Канелло, Марк Энтони, Крис Далфуэнте, Усера и много кто еще. Наряды у некоторых были просто «Ой, мама дорогая». Теперь немного о музыке. Марк Энтони выпускает новый диск с музыкой в стиле сальса. Ждем с нетерпением. Десять лет прошло, как Марк дисков сальса не выпускал. Габи с паник решила отдохнуть от новелл и тоже записала диск. И хотя некоторые злобные личности говорят, что голос у Габи как у старого Боцмана, нам ее манера исполнения нравится. По крайней мере, ничего слащавого и песклявого. А кому не нравится, пусть слушают Джастина Бибера. Барбара Мори собирается сниматься в американском сериале для канала Мунда Фокс. Она дала интервью Максиму Цайт и рассказала, что она будет играть в этом сериале психолога. И хотя Барбара говорит, что хочет завивать англоязычный рынок, нам это не очень ясно. Ведь Мунда Фокс канал испаноязычный. Что-то тут не срастается. Или Максиму Цайт, известная своими ляпами, чего-то не поняла. И Тати Конторали снимается в фильме «Принцесса», где играет медсестру, ухаживающую за очень пожилой женщиной. А Раб Бетке играет в спектакле под названием «Хард Кэнди». Играет он там вместе с дочерью актрисы Налеи Норвентессы. Хайми Камил принял участие в качестве приглашенной звезды в американском сериале, который продюсирует Ева Лангория. Три минуты посвятил физиономии, хотя лиха беда начала. Где три, там и пять в следующий раз. А вот Асвальдо Риос будет продюсером в фильме «Дарк Прессис», где главную роль сыграет Шарлиз Терон. Так, Эхасвальдо пусть знает, что на телевизии свет клином не сошелся. А то не подходит им его морально-нравственный облик. А что же творится на телевизии? А ничего особенно хорошего. Рейтинги жалобные. Названия новеллы креативные по самой «Не могу». Амор и Кьера в разных комбинациях. Фантазия иссякла. Видимо, окончательно. Итак, новая новелла Карлоса Ромеро обрела, наконец, название. И, как мы, наверное, уже догадались, называется Кьера Амарта. В главной женской роли выступит Креме Лосано. «Можете посмотреть первые фото с кастингом». Хм, чё-то народ какой-то потрёпанный. Или это дефекты фотографии. С другой стороны, нечего на зеркало пенять. На вылолу этом пистатце ократят. Она закончится в ноябре. Не помогли ни слухи про романы, ни срочная подстрижка патл главного героя, ни слухи о беременности Химена Варетти. Как в том анекдоте. «Доктор, может, в реанимацию?» Я сказал «Морг». Значит, в морг. Программа Хой тоже терпит фиаско. Её продюсер Карла Эстрада хочет поменять ведущих. В первых рядах на выход последуют две заслуженные змеи мексиканского телеэкрана. Галилея Мантиха и Андрея Легаретт. По слухам, достали они продюсершу своими показательными выступлениями. Как говорится, кончай выступать и выходи кланяться. И теперь немного аргентинских новостей. Пабло Ичарим и Нанси Дуплау играют вместе в спектакле. В августе пойдут с этой пьесой в тур по стране, пока у Пабло не начались суббики. Очень скоро Асфальдо Лапорт и Солидад Сильвера будут вновь играть влюбленную пару в новой новелле канала Тресси под названием «Мисс Амигос Ди Сиемпре». Отличная новость для поклонников этой замечательной пары. Как они были хороши в телохранителе. Майк Амигарина покидает новеллу Бесинос Энгерра. Но дело не в том, что у него проблемы с командой, а в том, что он имеет планы музыкальные. Майк участвует в группе под названием «Амбулансия» и контракт на съемки в новелле был только на 6 месяцев. Заменит его, по всей вероятности, Хулиан Хиль Наварко. Вот и все на сегодня. Встретимся через неделю. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете самые последние новости. Продолжение следует...